Когда мужчина взывает к женской совести, разуму, и давит, знаете, на такие вот инфантильные состояния, типа, я хочу, чтобы меня девушка любила вот таким, какой он есть, а не за подарки, не за рестораны, не за деньги, а просто потому, что вот я такой. А какой такой? Вот возникает вопрос, задайте себе вопрос, какой он такой, этот мужчина? За что его просто так любить? И понятно, что на первый взгляд это может показаться где-то меркантильным, это никогда не было меркантильным. Эту историю про меркантильность придумали мужики, которые не могут позволить себе быть рядом с женщиной. Они придумывают меркантильность. И как женщина, например, может любить какого-то барана, который работать не хочет, у которого в кармане дырка, он себе на жизнь заработать не может, и он требует, чтобы она его любила, как просто так, за очень красивые глаза, за то, что у него есть член. Нет, такого никогда не было и не будет. И если вы на такого мужчину натыкаетесь и нарываетесь, не надо погружаться в близкую связь с ним, потому что он будет взывать к совести, а у вас будут возникать мысли, что да, действительно, что это я, он же такой хороший, ну всякое у людей бывает. А потом выясняется, что вы забеременели, а потом выясняется, что он к ребенку не готов, а потом выясняется, иди делай аборт, а потом вас бросает, а потом он уходит. Вот и все. А все почему? Потому что к совести к вашей обращаются. А здесь даже я бы сказал не обращение не к совести, а обращение к вашему невротизму и желанию быть хорошей для всех. Поэтому женщине очень важно в общении с мужчиной определить для себя ценности и вот этот портрет мужчины, как ему должен быть. Понятно, не нужно там завышать показатели. Одна девушка пришла, мне приносит список, значит, что она там себе прописала, какого мужчину она хочет. И пишет там, у него суперджет есть свой, у него есть там яхта, у него есть куча квартир, недвижимости, у него есть остров, у него есть, и ты вообще где-то упала, что ли, подсказнулась где-то. Я от этих мужчин весь мир знаю. Ты открой журнал Forbes, посмотри, там большая часть из них уже за 60, и у них не стоит, ты им нахрен не нужна. У другой части очередь стоит из женщин, которые в доступности возле них. У кого-то семьи есть, жены и дети. С какого перепугу он где-то тебя вообще найдет? Как ты его собираешься с ним знакомиться? Ну, я не знаю, я буду по выставкам ходить. И он там стоит у картины, блин, и любуется, и чайки летят на юг. Ну, и кому это нужно? Поэтому не надо прямо рисовать себе такого мужчину, вы можете придумать его. Все должно быть в соответствии с вашим масштабом личности. Не может, знаете, гусь свиней не товарищ. Ну, как они могут? Даже спариться не могут нормально. Также и здесь. Все должно быть по парам.